Я не так давно начал думать о том, что из нас сделали. Что и сделали из нас. Так вот, из нас сделали злобное быдло. Почему из нас сделали злобное быдло? Ну, во-первых, это, конечно же, кредиты, которыми мы завалены по самые кривые помидоры, и все хотят ездить на машине круче, чем у кого-либо. Но это тема немножко отдельной беседы, тема немножко другая. Почему в Магнитогорске этого злобного быдла, как у дурака Махорки? Объясняю ситуацию. Дело в том, что в Магнитогорске есть одно единственное предприятие. Было много разных предприятий. Но вот те злобно быдлячьи товарищи, которые хотят поймать денег с того, кто деньги заработал, они, как правило, организуют строительные конторы. Во! Потому что рано или поздно работник комбината имеет себе возможность купить дом, естественно. Но работник комбината, он работает на комбинате с 6 часов утра и до 8 часов вечера, или до 9 часов вечера, больше он не в состоянии ничего делать. И вот тут он впирается на тех, кто занимается ремонтом. Да. Я вам как специалист немножко объясню, что вот из разряда тех, кто вас реально швыряет, реально швыряет, это первоначально, это, конечно, сторожа, они вообще ни за что не отвечают, это отдельная тема. Второй вопрос, это те, кто делает ремонты. Они также вас швыряют, они вам что-то сделали, вам типа понравилось, давайте определимся, почему идет швырива для вас. Потому что самый простой и самый грамотный вариант, это все делать своими руками. То есть вы захотели сделать свой качественный дом, посмотрели, обсчитали, сделали, купили, но возникает вопрос, у вас нет времени, потому что вы работник металлургического комбината. Работники металлургического комбината работают, они зарабатывают деньги, да, но не у всех есть свободное время, естественно. По большей части его и не существует, по большей части они уже готовы проплатить, и чтобы человек им сделал. И самая забавная ситуация, что, допустим, я вот ремонтирую свою трехководную квартиру, понял и сделал следующее. То есть ремонт любой квартиры, а конкретная сумма, цифр, которые будут у вас отрабатывать, это примерно половина стоимости самой квартиры. То есть понимаете, да? Естественно, я, когда ремонтировали мою квартиру, оставался здесь и сказал, что вы меня не сможете обворовать по тамошним вашим принципам. Как правило, примерно они воруют 50% стоимости. Вы этого не увидите, они это сделают. Вам будет много дополнительных принадлежностей, как-то смеси, как-то все это дело. Они, естественно, все это дело себе захоботят, поверьте мне, это стопроцентный вариант. Железобетонная практика. Поэтому у меня один есть товарищ, который все делал сам, своими силами. Это хорошая тема, естественно. Что касаемо других вещей, как я вам сейчас объяснил. То бишь, давайте все-таки обратимся к сути событий. Все говорят, будет качество, но какое качество, если завтра вы этого человека найти не можете. То же самое, почему я вам сейчас расскажу вот дивную ситуацию, да? Как бы вам сказать, то ладно, я хоть это дело в эфире не показал, а то очень-очень даже хорошо и красиво. То бишь, существуют же не только ремонты квартир, существуют ремонты кровельных материалов, да? Ремонты кровельных материалов, где вы их реально много можете увидеть. А вы в любой гараж зайдите, все вам скажут. Да, мы сейчас будем крыть, да, все будет красиво. Мой один товарищ покрыл. Через год протекло по самой крыли помидоры. Я обратился к другим товарищам, которые мне сказали, что все красиво, ремонт будет на 10-15 лет. Через год они уже испарились. Я их нашел, говорю, давайте поработаем. Они говорят, а мы уже этим делом не занимаемся. Понимаете, какая дивная ситуация, да? То бишь, человек их нашел, естественно, сделал подешевле. Но как они это сделали? И вот вопрос, стоит ли таким вообще доверять? Конечно, я кое-что научился. Потому что маленький вариант немножко других событий возникает у меня в природе своей. Потому что когда я все это дело снимаю, вы что думаете? Это все так просто пролетает мимо кассы, что ли? Да нет, конечно. Я, естественно, учусь и знаю, как это будет делаться в дальнейшем. Я просто внимательно за это слежу. И вы думаете, что когда я вам показываю ремонты автомобилей, я не вижу, что ли? Те же самые ремонты автомобилей из той же самой оперы. Количество крутых специалистов раз-два и обчелся. Это везде. Количество специалистов, кто вам ремонтирует автомат-коворобки, такое же, не более того, как. Понимаете, о чем я объясняю? Вот такая ситуация возникает у нас. И слава тебе, Господи, что я притормозил все это дело занятия. Потому что я вам сейчас покажу того человека, которому вам никогда не стоит обращаться в природе своей. Конечно, все там было достаточно прикольно. То бишь человек залез на высоту, грубо говоря, третьего этажа, без страховки. Это о чем говорит? То есть вы должны понимать, с третьего этажа. Я упал с двух метров на бетон, у меня нога сломалась. Представляете, с третьего этажа, это все, приехали. То есть вот такие люди живут и такие люди работают. Никогда им не доверяйте. По сути событий, установка отлива и два бекроста. Первый с двумя слоями нагреваемой липизны, второй верхний с одним. Ну и разогрев. Вот и все. То есть работы в принципе. А это баллон с горелкой и больше ничего не нужно. Что нужно-то по-другому? Дело в том, что раньше таких вещей не существовало в природе. Гудрон поднимали на крышу, растапливали и он лился. Я лично этим и занимался на крыше своего гаража. Ну вот, собственно, как-то так крыша выглядит. Ммм, да, сложновато. Говорить о полной гидроизоляции не приходится. Так, знаете ли, пусть льется, куда зальет. Идеальная гидроизоляция присутствует. Только все сначала убирается полностью. А потом заливается с полным уничтожением мусора. То есть свинство будет еще то. Но можете ли вы ставить крыши просто из металла? Нет, мы не занимаемся такими крышами. Мы более направлены на плоские кровли. Направлены на плоские кровли. Но если что, можно и к вам обратиться, чтобы металл закрыли, если что. Если что, да, мы можем. Почему так? Я же спросил, а вы слышали? Типа круче нас только звезды. Скоро таким я и стану. Но зачем? Вопрос очевиден. Хотя учиться надо каждому. Но чего-то где-то я, наверное, перебрал. С другой стороны, во всем смысл Господа. Сделай, делай и покажи, что теплофизик может большие. Да и крыши мы сделаем. Но вот теперь полностью и полностью определяюсь с фактором. Кто реально швыряет? И какая тут гарантия? Ее нет. Оказывается, в строительстве дома от таких подрядчиков гарантий нет в природе. Постойте. Но так ли это во всем строительстве? В строительстве домов ее подчас нет. Построили, бабки отмыли и в отвал. Круто? Да безумно. Теперь вопрос. Каким образом и как бы с вами связаться? Ну, лично мой контактный номер это 922-756-4523. То есть позвонив вам, мы просто делаем идеальный вариант для своей крыши? Да, конечно. Мы приедем, сделаем замер, обсудим, какую технологию можно применить. Ну, и обсудим все нюансы дальнейшей работы. Теперь маленькая просьба для вас. Пока еще малочисленные зрители умных сюжетов. Если не сложно, то позвоните по этому номеру, озвученному в телефоне. 8-922-756-43-25. И объясните, что слава богу мы не с вами. Вы нас не швырнете. Мы вам никогда денег не дадим. Обидно? Но получается так, что вы, договорившись, слили мудрость качества. Качество у нас в строительстве – это вопрос гарантии. Очень сложно понять, но вы реально зафекализировали свое лицо. Вы стали отстоем, которого уже все боятся. Вы в раз обделались с человеком, работающим для нас, для гаража, для России. Я стараюсь показать, что миллионер из русских стал за 6 лет миллионером в Америке, создав из ничего транспортную компанию. Он стал долларовым миллионером. Здесь то же самое. Нужно включить мозги. Вам и дал Господь. Но некоторые и в большей степени пытаются своровать, уменьшив в тысячи раз свою жизнь. Суд будет, и далеко не каждый увидит лучшее, которое невозможно описать человеческим языком. После всего того, что вы увидели, я еще раз объясняю. Мне очень жалко моего специалиста. Он попросил. Они типа сделали, но возникает вопрос. Если вы это сделали, то сколько вы будете получать удовольствия? Иногда такое случается, что он потечет буквально через... Ну, на следующий сезон. Как у меня, допустим. Гараж просто потек, естественно. То бишь, конечно, человек заплатил деньги. Ладно, хоть я отказался от этих услуг. Вы все поняли, да, то, что люди практически только занимаются покрытием крыш. Что там сложного? Взял баллон, взял горелку, аккуратненько раскатал. Взял два техно-николя, которые реально продаются, да. Баллон, горелка и фактически все. Ну, там еще кое-что убрали, естественно, кое-что замазали. Но возникает вопрос. Я бы, если бы у меня возник такая дивная и глобальная ситуация, делал бы немножко по-другому. Чтобы все было красиво и ровно, выровнено до идеального состояния. И тогда, тогда, тогда это было бы красиво. Но возникает вопрос, кто это может сделать. Таких людей ноль целых. Да и не получится таких людей найти. Проще самому все это сделать. Да, будет геморройно. Да, зато. Но в любом случае, все четыре мохнатых, чудовищных удовольствия, которые у человека располагаются ниже пояса, вы будете складывать только на себя. Это, кстати, достаточно лучшее удовольствие. Потому что вы понимаете, что в случае косяка, вы даже не сможете никого найти. Весь косяк будет на вас. А так, заплатили деньги, косяк, косячная контора, которая вам это сделалась, испарилась. И потом вы думаете, ой, я заплатил бешеное количество денег. Ну, я считаю, что для меня и для вас этого бы не хотелось сделать. Но такие люди существуют. Им кажется, они хотят от вас заработать деньги, а вы на это ведетесь. Я бы не советовал вам этим делом заниматься.